Девушки отдыхают Да, игра была хорошая, конечно, хотелось бы все-таки, чтобы это была победа, но, тем не менее, ничья, на мой взгляд, тоже хороший результат, и было очень много моментов, очень болела, очень переживала, даже голос немного сорвала, потому что действительно очень напряженная игра, но я думаю, что Юра больше расскажет уже по специфике Юра, что нам не хватило до победы? Забитого мяча? Забить, да, ладошки до сих пор потны, конечно, игра здорово смотрелась, я еще раз скажу, что мы угадали с матчем, и лигу угадала, и люди, которые поверили в нас, да, и доверили нам трансляцию на федеральный такой масштаб, вот, с игрой мы угадали, это лучшая реклама, лучшая реклама, это то, что происходит на поле, и мы все обслуживающие персоналы, да, того, что происходит на поле, но калька, она именно тут, на футбольном поле, сегодня была достойная игра Да, игра была хорошая, и одних моментов, я думаю, что набралось матч на 3-4, давайте будем сейчас их смотреть, еще раз вспоминать, что было создано в этом поединке Балтика действительно сегодня выдала на гора просто уйму супер шансов, к сожалению, лишь один из них был реализован, но активнее начинала, на мой взгляд, Алани, и не случайно, может быть, именно она добилась первого успеха Мы видим первый подход, красно-оранжевых, вот, отвечает Балтика своим выпадом, вообще, в целом, первый тайм, вот, даже первые минуты шли на встречных курсах Вот здесь Гелаян пробивает рядом со штангой, выпуская очень хороший момент, еще одна атака калининградцев, теперь уже левым флангом, смещение в центр, подключение партнеров, дальний удар, мяч просвистел над перекладиной Ну, а это уже гол в наши ворота, здесь, к сожалению, не успели наш вернуться, был обрез при розыгрыше углового, и вот, лихорадочно пытались, все-таки, заполнить все бреши, которые образовались при возвращении в оборону Но сделать это не удалось, и в ближний угол был пропущен мяч Тем не менее, Балтика практически не заметила, что называется, потери бойца, этого неприятного момента, хотя вот в этом эпизоде нам удача улыбнулась Мяч прилетел буквально в каких-то считных сантиметрах от дальнейшей стойки, ну, а затем Балтика начала парад щедрости Один за другим моменты, которые возникали у ворота Солдатенко, наши упускали, мяч летел куда угодно, только не в створ ворот Ну, и тем не менее, все-таки, еще в первом тайме мы сумели счет сравнять, и вот этот гол, который забивает Ищхан Гелаян, и мы уже отмечали после первого тайма Что это плод, это плод крупотливой работы на тренировках, это плод командных действий Мы видим, как здесь партнеры помогают Ищхану пробить практически без помех и переправить мяч точно в сетку А вот здесь Ищхану, ну, я не знаю, может быть, где-то чутья, может быть, там координации в пространстве и во время не хватило, чтобы подстроиться под мяч и одним касанием переправить ее в сетку Ну, а это, пожалуй, ключевой эпизод уже второго тайма, за вторую желтую удаляется игрок Алани И, соответственно, Балтика львиную долю времени второго тайма провела в большинстве и в атаках И вот сейчас калейдоскоп этих самых моментов, которые были созданы во вторые 45 минут И, опять-таки, отмечаем здесь и удары издали, и с коротких дистанций, и головой, и, в общем, какие только моменты и подходы не были у балтийцев Ну, во-первых, поймал кураж кипер Алани, если бы мы вручали, в принципе, приз лучшему игроку, вполне возможно, именно он бы претендовал на это звание Я думаю, что он будет в сборной тура Это однозначно, я в этом даже нисколько не сомневаюсь, потому что вот еще раз посмотрите, какой он супер сейф А вот он, кстати, говорит, сейчас я вижу, как параллельно дает интервью В нижней студии В нижней студии, да, и вот еще один мега шанс, мяч пролетает после подачи И вот здесь, кстати говоря, обаточка едва не привела к тому, что мы при этом огромном территориальном преимуществе по моментам и по владениям еще мы едва не пропустили Но здесь я бы отметил Бориско, который вышел на перехват, сократил угол обстрела и не позволил игроку Алани переправить мяч И вот концовка, и вот смотрите, какие моменты возникают у ворот Алани Несколько супер шансов буквально за несколько уже мгновений до финального свистка Все-таки позволяет Владикавказскому клубу сохранить эту ничью И все-таки, Юр, это потерянные очки или приобретенные? Я считаю, по тому, как складывался матч, потерянные скорее, потому что было удаление Мы играли в большинстве и имели очень много моментов, шансов И тут как раз нужен класс, класс исполнительского мастерства для того, чтобы их завершать Я уже определился, кстати, с лучшим Да, и я закончил, учился в Останкиной, закончил, у меня был один из мастеров, это Александр Гордон Он всегда любил и говорил, что в передаче должен быть конфликт, тогда она будет интересна Я бы отметил Евгения Игоревича Калешина по этому матчу, такого не было ни разу То есть ты предлагаешь учить приз главного тренера? Да, я объясню почему В этом непростом моменте я, например, вижу четко тренерскую работу Я вижу забитый гол с тех разработок, которые тренер просил выполнять свою команду, это первое Второе, команда доходит до последней стадии, удары есть Но не хватает немножко в завершении для того, чтобы забить Поэтому команда выполняет четко требования главного тренера Он ее доводит до ударной позиции То есть его видение, оно позволяет команде дойти до финальной стадии А вот что не хватает в финальной стадии, это большой вопрос Наталья, вам провокационный вопрос, потому что у нас эксперты выбирают лучшего игрока Мнение одного эксперта мы услышали Конечно, хотелось бы узнать вашу точку зрения Конечно, я соглашусь с Юрой в том, что без тренера невозможно ни один результат И, конечно, заслуга тренера огромная Но все-таки я выберу Гелояна, того человека, который сегодня подарил всем нам забитый мяч Знаете, Юрий, вы мне дороги, но я, пожалуй, соглашусь с Натальей в этом вопросе Я считаю, что он был хорош действительно во всем Если бы еще чуточку удачи и фарта, я думаю, что он бы в целом принес бы нам победу Но дай бог это отольется нам в следующем поединке Поэтому... Виталий, просто я как участник передачи с фамилией Аракелян Так... Голосовать за Гелояна... А мы до честной выборы Ах, вот я собака порыл Я оставил это... Все, хорошо Тогда с отсчетом 2-1 в голосовании за лучшего игрока этого матча побеждает Ишхан Гелаян Которого мы от всей души поздравляем И этот приз, соответственно, отправляется нашему футболисту и в целом нашей команде И я бы вот сейчас в последнем своем слове, если вы позволите, дорогие друзья Хотел бы обратиться к болельщикам Потому что я знаю, какие непростые сейчас времена царят в соцсетях, на наших различных пабликах и аккаунтах Уверен, что сейчас там тоже будет очень горячо после матча Я призываю, друзья мои, давайте отделять зерна от плевел Давайте все-таки видеть основное и немножечко отодвигать в сторону какие-то личностные обиды И какие-то, может быть, хейтерские штучки Потому что налицо, на мой взгляд, уже вторую встречу подряд Качественная работа и хорошая игра нашего клуба Да, пока, может быть, результат не тот, который мы хотели бы И не до конца тот, который мы ждем Но изменения налицо, и я думаю, что это не увидеть может только слепой Поэтому давайте подходить к этому всесторонне и всеобъемлюще И тогда, я думаю, что всем нам будет удача Да, тем более услышится читание зерна от плевел и хейтерства, от Виталия Макарова Десять лет назад, я думаю, было каким-то нонсенсом Я тоже не знаю, как реагировать на это Все, друзья мои, на этом будем прощаться Спасибо всем, кто сегодня принимал участие в нашей передаче Наталья Ищенко, Юрий Аркелян, Лан Гудиев, который у нас был в перерыве Всех еще раз с красивой игрой И да придет нам победа в следующих матчах Спасибо, всем удачи Всего доброго Субтитры подогнал «Симон»